Почему вам никто не показывает то, что так можно сделать и с обычной динамикой? Динамики серии Nautico специально спроектированы, чтобы быть водостойкими и устойчивыми к брызгам. Но они не предназначены для погружения в воду, а также не рассчитаны на брызги воды под высоким давлением. Пожалуйста, будьте осторожны при мытье вашего транспортного средства, корабля или лодки, чтобы не повредить динамики. Не устанавливайте динамики на водный транспорт, гидроциклы и так далее, которые могут находиться под водой даже в течение короткого времени. Помните, в холодное время года нельзя обключать акустическую систему на высокую мощность. Это может привести к разрушению подвижной части динамиков. Летом при высоких температурах также нужно бережно эксплуатировать технику, так как ее перегрев происходит гораздо быстрее. Всем привет, дорогие друзья! Всегда вам говорю, читайте инструкцию. Акустика Dynamic Stake, новинка, линейка Nautico и Triton. Давайте сегодня обо всем по порядку про эти динамики. Морская версия акустических систем довольно востребованного на рынке CarAudio. Очень часто к нам приходят владельцы лодок, катеров, яхт. Ну и по той, понятно, Санкт-Петербург, Нева, Финский залив. У нас это прям намного больше развито, чем в других городах. То есть в Питере покупают такую акустику очень часто. Особенно, как начинается весна, выгребается все, поверьте. И спрос на такую акустику всегда был высок. Ну, в нашем городе так точно, не знаю, как в других. Если кто-то там находится у нас из других городов и занимается продажей, пожалуйста, напишите, покупают ли у вас акустику морской серии. Ну, водного транспорта, так скажем. И на рынке всегда было представлено в среднем, там, это у нас европейские бренды. Герц, что там, GL делал, еще кто-то. Ну, тут не важно. Русских брендов было мало. Появилась модель от компании Def Bonds. На долгое время захватила рынок в России. Очень они востребованы были. И теперь, на сегодняшний день, мы можем предоставить им еще одну альтернативу. Это акустика Dynamic State. И Dynamic State подошел более интересно к вопросу. Они подготовили два вида акустики. Одна в белом цвете исполнения, другая в черном. И позиционируются они, как белая, это морская акустика, а черная, это акустика для внедорожников. По сути, это один и тот же Dynamic. У них разные инструкции, но характеристики динамиков тут одинаковые. Просто заменен цвет. Ну, то и понятно. Чаще всего катер у вас белый. Хотелось бы эстетично, чтобы это выглядело в катере. В автомобиле белый динамик, особенно, который по грязи катается, довольно странно выглядит. Черный туда становится более лучше. Но вот вопрос, а нужно ли покупать такую акустику для водного транспорта и внедорожной техники, которая иногда бывает тонет, иногда капот в грязи, пинает все это ногами, в общем, эксплуатируется очень агрессивно. И тут нету точного ответа. Я хотел бы с вами очень просто поговорить в этом видео, почитать комментарии от вас и в комментариях ниже пообщаться. Может быть, мы, как вот предыдущий ролик, запишем ответы на вопросы именно по этому ролику. Потому что тут я могу только предполагать. Я сам этим не пользовался. Мы устанавливали морскую версию в катера. Понятное дело, что они там стоят. Никто под водой их там не использует. Никто на них даже, на них брызги воды даже не попадают. Кстати, когда идет дождь, катер у вас стоит под тентом. Ну, какой нормальный человек на катере будет кататься? Ну, чуть-чуть влаги попадет. Ничего страшного, если там вы едете и дождь, плывете, точнее, и дождь начался. Если вы моете катер, нельзя с керхером мыть эти динамики. Вам инструкция об этом уже сказана. И, пожалуйста, внимательно читайте инструкции. Часто бывают люди у нас, которые приходят и говорят, вот динамик, он все не работает, катушек сгнил. Ну, так там и написано, что их под воду нельзя засовывать. Зачем вы это делаете? Кстати, тоже, о чем вам, наверное, не расскажут. Я посмотрел ролики по данной акустике, по морской серии, да и по другим. Все очень сильно любят налить на них воды, засунуть их в ведро или что-нибудь еще. Хотя в инструкции указана совсем другая эксплуатация. Вы в жизни, насмотревшись этих роликов, берете эти динамики, начинаете баловаться с ними, так же они выходят из строя. Хотя в инструкции, опять же, об этом все сказано. По факту, это обычные динамики в красивой корзине, с влагозащитой, той, которую вы не получите на обычном динамике. Понятное дело, что у этих динамиков есть степень защиты от влаги. У них специально разработана пластиковая корзина для того, чтобы она при перепадах температуры, при попадании влаги, не сгнила у вас просто за пару сезонов. У вас диффузоры здесь выполнены, не из бумаги, для того, чтобы они не намокли и не порвались. Но при этом подвес у вас здесь обычный бумажный. То есть он в влаге уже более нестабилен, нежели вся конструкция динамика. Также эти динамики коаксиальные. То есть вот этот встроенный твиттер, это очень важно, потому что если у вас катер, навряд ли вы поставите себе двухкомпонентную акустику. То есть когда у нас твиттер отдельно от динамика, и это тоже большая проблема. Обычный коаксиальный динамик, если вы купите, и у вас попадет влага, она попадет в зазор катушки, и магнит у вас сгниет. И поэтому в этом случае эти динамики как раз-таки той конструкции, которая и нужна катеру. У вас не попадет, самое главное, влага в зазор магнитной системы. Там у вас, конечно же, и катушка, которая может окислиться, сгнить, заржаветь, заклинить и так далее. Главное, чтобы вода не попала туда. То, что у вас вода попадает на диффузор, поверьте, ничего страшного. В нашем демокаре очень часто летом, осенью, зимой открыты двери, осенью идет дождь. Есть автомобили, которые в Питере каждый вечер на набережной стоят в ливень, с открытыми дверьми играет музыка. Там диффузор насквозь промокает. Максимум, что может произойти, это у вас выйдет из строя диффузор. Динамик все равно будет работать. Динамик можно поменять, ничего страшного. И всем нашим клиентам мы очень часто советуем поставить эстрадную акустику. То есть, допустим, вот такой динамик, мы ставим его точно так же в катер. Он не белый, это проблема. Этот динамик, конечно же, выигрывает в этом плане. Но он сильно громче. А мы когда на воде, у нас там два трехсот сильных мотора, как минимум, стоит сейчас у всех в Питере, это уже как-то заданность. Они громкие, много ветра, поэтому хочется максимальную громкость. Максимальную громкость, такую, как эстрадный динамик, даже самый недорогой, такая акустика вам не даст. Не обязательно. Динамик стоит любая морская. Поэтому в случае выбора по качеству звука, наверное, обычные динамики здесь выиграют. В случае эксплуатации динамика, наверное, ваш выбор должен упасть вот на эти динамики. Это я все говорил про морскую серию. И вот мои догадки. Просто, смотрите, вам написали, что эти динамики под водой хранить нельзя, эти динамики с Керхером мыть нельзя. При низкой температуре чуть ли не отнесите их домой. Ну, это опять же, чтобы совсем их там не насиловали в минус 20 на максимальную громкость. Что касается джипа. Эти динамики позиционируются как акустика для внедорожников. Но внедорожники очень часто тонут. И внедорожники очень часто прям салон из Керхера моют. И как будто бы вот туда уже, ну, наверное, такие динамики вот прям в агрессивные автомобили не пойдут. То есть там они выйдут из строя. Чуть дольше они походят, чем обычный динамик. Но все равно рано или поздно выйдут из строя. Потому что динамик под водой размещать нельзя. Это я все к тому, что я видео просто насмотрелся. Я уже про это сказал, что их в воду пихают. Но раз все так делают, надо тоже так сделать. Будем пихать динамик в воду? Оператор говорит, будем. Ну, а вы вот напишите в комментариях. Вот это просто обычное видео на легкой ноге, как обычно. Вот мои догадки по поводу этих динамиков. Кому они нужны? Придите к нам в магазин, послушайте в стенде и выбирайте то, что вам нужно. Вопросов нет. В плане коаксиального динамика у вас нету альтернатив. То есть динамик, который будет играть чуть с басом, который будет играть с твиттером, такого варианта нет. Если надо, чтобы орала, можно выбрать эстрадную акустику. Поэтому всегда перед выбором акустики приходите в магазин, послушайте динамики в стенде и ушами выберите то, что вам нравится по звуку. А не выбирайте динамики по видео. Что ты так внимательно смотришь? Нормально играет. На видео уж прикольно, да? Ну, почему вам никто не показывает то, что так можно сделать и с обычным динамиком? То есть смотри. К нам часто приходят клиенты на мотоциклах и с катерами, кто хочет выбрать акустику и не знает, что им выбрать. Мы обычно всегда в стенде все это включаем, показываем. Клиенты выбирают, конечно же, по звуку какую-нибудь эстраду и спрашивают, а что делать, ну то есть дождь и прочее. Так вот, как создать минимальную влагозащиту для динамика? Здесь все очень просто. Берем обычный спрей с защитой текстиля. Не обязательно ли ротон? Ну, а лучше всего ли ротон? Лучше всего, конечно же, если вы купили его у нас. И просто наносим на динамику. Ты знал про эту тему? Я думал, антидождь сухаешь. Можно антидождем попробовать. Но есть защита текстиля. Это специальная жидкость, которая создает гидрофоб на любой поверхности. То есть гидрофоб это что? Это просто отталкивание влаги. Понятное дело, если вы окунете его в воду, он рано или поздно размокнет. Но от попадания капель на, например, диффузор, он спасает. То есть диффузор влагу не впитывает какое-то время. Если просто лить его с керхера водой, он также выйдет из строя, как и данные динамики, про которые производитель вам говорит. Нельзя их с керхером мыть. Да и такой динамик тоже с керхером мыть не обязательно. Так вот, смотри. Этот работал у тебя, допустим, вот берешь... Я могу даже тебя ставить, совсем дальше работать. Все это, понятное дело, баловство. И данный тест вам ни о чем не говорит. И все эти видео, которые вы посмотрели, где динамики окунают в воду, они работают, тоже вам ни о чем не говорят. Почитайте инструкцию, там написано все честно. От вас хотел бы услышать опыт эксплуатации, потому что у меня такого опыта нет. Я могу посоветовать, мы общаемся с клиентами, есть знакомые, кто катается. Но вот я на самом деле, послушав акустику морской серии, мне она по звучанию не нравится. И, наверное, я бы у себя не сторговал бы желание расстаться с хорошим звуком в угоду надежности и динамиков. Нет никакой проблемы там поставить себе эстраду в катер, с кайфом громко кататься, слушать весь сезон музыку и, допустим, в следующем году, просто если динамики начали выходить из строя, поменять их на другие, потому что эстрада-то не очень-то и дорогая, особенно там, если у вас очень хороший, качественный катер. Подводя итоги данного ролика, я хотел бы попросить больше обратной реакции от вас. Что вы думаете на тему этой акустики? Что бы вы хотели посмотреть, может быть, еще какой-то тест про нее? Может быть, снять для вас прослушку или еще что-то? Ну или, может быть, у вас есть опыт эксплуатации морской серии в автомобиле или эстрадной акустики в катере? Очень было бы интересно послушать. От себя я добавлю то, что нет никакого желания вам как-то навеять эту продажу, рассказать, какие они классные или хорошие. Они и без нашего видео будут отлично продаваться, на них спрос всегда большой. И очень хорошо, что у компании Dynamic State вышла такая модель, она точно будет пользоваться спросом. Тем более в черном цвете есть варианты, когда клиент хочет морскую серию, но в белом цвете она ему не нужна, а приходится красить тут всю сетку, а тут вот все, есть готовое решение. Это отлично. И, как я уже сказал ранее, если вы хотите купить эту акустику, вы можете спокойно спуститься вниз по ссылочке, которая у нас прикреплена к видео, и заказать эти динамики с доставкой в любую часть России, а может даже и СНГ, если прям очень сильно будет необходим. Приходите к нам в магазин, слушайте динамики в стенде, выбирайте динамики своими ушами, а не по каким-то тестам, прослушкам слепым и прочим по видео. Всем хорошего дня, хорошего вечера, а мы пошли снимать для вас новый ролик и встретимся уже через пару дней на нашем канале.